Всем привет, дорогие друзья! С вами Народный Сомелье, и я рад вас приветствовать в нашем клубе путешествий в страну элитных напитков. Как всегда, я приглашаю вас повысить градус, и сегодня мы вновь поговорим о таком замечательном народном напитке – паспорт. История паспорта уходит далеко корнями в Шотландию, в самое ее сердце, и оттуда, говорят, вот все эти народности, все пошли в массы. Значит, как и у нас, так и во многих странах массово идет продажа паспортской. Первое, на мой взгляд, это цена. Ценовая политика у нас в Белоруссии, ну, где-то за 0,5 рублей 18, за 0,7 22 рубля. Это в переводе где-то в районе, литровая бутылка в районе 10, 11, 12 долларов, в зависимости от магазина. Эту замечательную бутылочку мы приобрели в магазине Виталюр за 23 рубля, что в переводе не полное 10 долларов. Как вы уже заметите, не случайно появилась на столе бутылочка Пепси, так как изначально паспорт Скотч основан был для коктейлей. Мы, в принципе, попробуем сегодня и в том, и в том виде, потому что сейчас уже, говорят, гурманы, можно пить его и в чистом виде. Ну, давайте поговорим, в принципе, о самой бутылке, о самом напитке. Бутылочка симпатичная, такая прямоугольная, зелененькая. Вот на ней написано, что срок выдержки виски минимальный не менее трех лет, состав 10 лет выдержан зерновой и солдой висковой. Вода, ну и тому подобное, что нам меньше всего это надо. Мы будем пробовать, нам как бы надо понять, стоит ли его покупать или не стоит. Значит, смотрите, второй раз буду пробовать. Первый раз нас пригласили друзья на днюху, наши хорошие, замечательные друзья пригласили нас на берегу озера. Приехали, море паспорта, море колы, море пива, начали прознать день рождения. Почему паспорт? Ну, давайте разбираться. Давайте откроем. Пробка пахнет довольно-таки неплохо, неплохо. Хотя вот первый раз, еще раз вот вернемся на день рождения, куда нас пригласили, но запах показался очень рисковат, очень рисковат. Ну, потому что сразу наливали, давайте сразу не наливаем. Немножко подышем. Немножко пусть подышу, дай. Ну и здесь неплохо пахнет. Лучше, чем Белс. Вот, друзья, честно, вот она на вкус с бутылки, с пробки вкуснее. Вы знаете, даже если стакан вкуснее. Ну, вот я не знаю, почему, может быть, другая была тара или что, но, может быть, солнце не так стало или ветер был не тот. Ну, я не могу вам точно сказать, но однозначно сейчас лучше. Однозначно лучше пахнет. Пробуем. Очень сильно он сжигает. Очень. Даже как-то, знаете, как пузырится так на нюбе. Оно как бы не противно, но в чистом виде я бы это не пил. Не пил бы однозначно. Очень продолжительное такое. Как бы не послевкусие, а такая вот. Вот сейчас оно так отходит, немножко так растекается по организму. Не сказал бы я, что там спиртозность или что, но сам по себе просто. Пробуем, открываем. Как и было основано. Давайте все-таки доверимся технологам, которые придумали именно так. Что тут больше, меньше? Ну, на глаз примерно так. Нам главное, чтобы понимать. Коктейль, либо чистый вид. Чистый вид я сразу, друзья, вам не советую, не советую. Сразу лучше мешать. Такое ощущение. Ну что ж, пробуем. А неплохо. А неплохо. И я вам скажу, второй раз пью. И второй раз неплохо. Первый раз. Сразу же, когда начал мешать. Только в тот раз было холод. Сейчас пепси, но не столь важно. Вот почему я его, вы знаете, не отверг, а пил достаточно и много, и долго. То есть, продолжительная была беседа, поздравления, до почти ранней зорьки. И не уставали, не уставали поднимать именно коктейли. Друзья мои, давайте подытожим. Давайте подытожим. Сразу же еще один небольшой за вас. За лайки, за ваш. За новых подписчиков. Ребят, ставьте колокольчик. Подписывайтесь на канал. Пишите свои комментарии, что вы думаете про паспорт-скотч. Стоит ли его употреблять в чистом виде. Мало ли есть такие гурманы. Может быть, кто-то согласится со мной, что это только коктейльный напиток. Пишите, всем отвечу. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok